Денис Капустин 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 То есть, когда под музыку бодибилдер делает произвольную программу с девушкой. С девушкой из категории бодифитнес или классический женский бодибилдинг. У нас тоже есть участники в этой категории. Из нового, из интересного у нас много перспективных новичков. Есть совсем новички, которые впервые будут выступать, но я видел их на сборных днях команды Алтайского края. И они зададут жару всем соседям. И не только соседям. Кто еще приедет на чемпионат края? Собираются ли какие-то соседние регионы или чисто только наш Алтайский край? Да, как всегда приезжают соседи. Это Томск, Омск в этот раз, Новосибирск, Кемерово, Гурналтайск. То есть там тоже с недавних пор проводятся прекрасные, великолепные чемпионаты. Они к нам приезжают. Поэтому будет около ста участников. Неплохо. Вот ты перечислил регионы, которые к нам приедут. Кто, наверное, наш самый главный, принципиальный соперник? Если можно такого назвать. Да, конечно. Ну, наверное, Новосибирск. Хотя на таких чемпионатах не проводят, на региональных чемпионатах не проводят командного первенства. Но по количеству участников это новосибирцы. 25 марта у нас будет проходить чемпионат СФО в Кемерово. Вот там будет командное первенство. И там мы уже будем зарубаться не только спортсмены между собой, но и определять лучшие команды Сибирского федерального округа на данный момент. На чемпионате края спортсмены за что будут выступать? То есть какая призовая тематика? То есть что там подготовлено? Да, это красивые кубки, медали, авторские. И, конечно, это будут денежные призы практически во всех номинациях. Ну и, наверное, попадание в сборную, чтобы уже на сибирском уровне выступать. Да, конечно. Попадание в сборную, чтобы выступать на СФО. И попадание в сборную, чтобы выступать на Кубке России. То есть в сборную попадает человек, который именно первое место занял? Или призовое? Или по каким критериям? У нас нет строгого отбора. Вот. И как в большинстве регионов. Поэтому поехать дальше для участия может почти каждый. Конечно, мы выбираем, советуем, рекомендуем. А чаще всего приходится мотивировать и уговаривать даже спортсменов, чтобы они ехали дальше. Потому что чаще всего спортсмены немножко не верят в свои силы и сомневаются. Ну, смотри, ты сказал, что вы проводите такой просмотр, да, отсматриваете ребят. На что вы обращаете внимание? За счет чего человек должен, ну, и может поехать на чемпионат Сибири, грубо говоря, чтобы попасть в сборную? То есть это, понятно, внешняя составляющая? То есть на что там? Мышцы, не мышцы там? Да, в первую очередь это, конечно, физическая составляющая. Для разных номинаций она разная. Допустим, если бикини одна из самых, да, безусловно, даже самая массовая на сегодняшний день. Да. Номинация очень красивая. Это девушки без лишних мышц, без лишнего рельефа, он неглубокий. То есть это такие, как у меня одна клиентка сказала, это барби-качки. Но они не качки, конечно, они больше барби. Девочки с картинки, да? Да, вот у них это в первую очередь такие безупречные, идеальные пропорции. То есть там мышцы, тем более рельеф, он даже не нужен, не то что необязательный. Если это бодибилдинг, это, конечно, мышечная масса и глубина проработки этих мышц. То есть чем человек, чем меньше у него процент жира, тем лучше он смотрится на сцене. Согласен. Нашу программу посмотрит явно очень многое количество людей и заинтересуется бодибилдингом. Расскажи кратко тезис. Вот человек пришел в онклуб, и какое время ему надо, например, чтобы выступить на первых соревнованиях? Если он приходит, ну, прям с нуля, вот, ну, это, ну, может быть, при всех сложившихся удачных обстоятельствах, это и здоровье, это и физические данные изначально, ну, бывало, что и меньше года. А девчонки, если приходят девушки, хотел сказать, держащие себя в форме постоянной, кстати, не важно. То есть даже если девушка там подзапустила себя, но у нее великолепные пропорции, я думаю, с хорошим тренером, который не будет делать лишних движений, ей хватит полгода. И таких случаев очень много, когда приходят девчонки, и тренер своим взглядом видит, что она потенциальная чемпионка, и буквально там одна подготовка 3-6 месяцев, и девочки выходят и прекрасно выступают. Серьезно, сроки хорошие. Давай поговорим, как дела у федерации, да, насколько я знаю, она одна из самых многочисленных, очень много людей, народу. Как живет сейчас федерация бодибилдинга Алтайского края? Да, спасибо за этот вопрос. Вообще федерация бодибилдинга Алтайского края в прошлом году, он был такой триумфальный, но это закономерно триумфальный, потому что мы постоянно ведем работу, постоянно спортсмены тренируются, выступают, готовятся, равняются на ведущих наших спортсменов. И в прошлом году весной мы стали третьими на Кубке России в общекомандном зачете. Нас обошла только команда Санкт-Петербурга, ну это такие признанные лидеры. Ведущие. И немножечко на два балла, это совсем чуть-чуть, опередила нас команда Москвы. Поэтому осенью уже, это тогда было 56 регионов, а осенью было 62 региона, и мы стали пятыми. То есть это тоже очень-очень круто для нашего региона. Это еще учитывать, что когда мы имели возможность выезжать на международные турниры, чемпионаты Европы, мира, то наша сборная России, она всегда там лидировала. То есть она занимала первое место. Ну вот, а мы, край наш, занимает в этой сильнейшей мировой федерации любительской по бодибилдингу третье и пятое место. То есть это для края вообще, для спорта края, это очень-очень круто. И когда мы имели возможность выезжать на региональные турниры, на международные турниры, наши спортсмены также занимали там призовые места всегда. То есть наша команда никогда не возвращалась без призовых мест уже последние, там, я не знаю, лет 10-11 с международных турниров. Сейчас по всем известным и понятным причинам международные турниры и соревнования для России закрыты или ограничены. И многие виды спорта переходят в азиатскую часть. Бодибилдинг в Азии будет, не будет, как дела обстоят? Да, в прошлом году мы очень успешно выступили на чемпионате Азии, который проводился в Казахстане. Нет, в Кыргызстане. Ну, опять, как всегда, заняли первое командное место, естественно. И в этом году активно готовимся принять участие в чемпионате Евразии, который пройдет в городе Алматы через неделю после Кубка России. Это конец апреля. Поэтому, да, мы успешно осваиваем вот эти вот азиатские международные турниры. Ну, то есть в планах полноценно полностью переходить, пока в ту часть нет таких мыслей, да? Мы просто активно выступаем, наша команда активно выступает там, где это возможно. Потому что у нас очень многочисленная сборная России. И поэтому наши спортсмены, они с удовольствием принимают участие там, где это возможно действительно. На этом наше время, к большому сожалению, подошло к концу. Любите спорт и он ответит вам взаимностью.